Как расширить использование природного газа в качестве моторного топлива, говорили сегодня в Нижнем Новгороде. Еще в 30-е годы 19 века английский ученый запатентовал газовый двигатель. А в 1860 году построили мотор, который работал на смеси газа и воздуха. Спустя два десятилетия в качестве горючего начали использовать бензин, и о газе как-то несправедливо забыли. И вот спустя полтора века в России задались вопросом, а собственно почему мы до сих пор не ездим на газе? О том, как расширить использование природного газа в качестве моторного топлива, наш репортаж в совещании по вопросам расширения использования природного газа в регионах Приволжского федерального округа. Еще в апреле прошлого года Дмитрий Медведев заявил о необходимости перевести автопарк страны на использование газомоторного топлива и требовал от правительства проработать возможность такого перехода. По мнению экспертов, использование газа транспортом вместо традиционных бензинового или дизельного пойдет стране на пользу и экономике, и экологии. Впрочем, совершить такой переход власти России пытаются уже на протяжении нескольких лет. Выдающихся успехов пока нет, а вот определенные препятствия есть. О том, как их преодолеть, и говорили на совещании в Нижнем Новгороде. Оно прошло под предводительством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, министра промышленности и торговли, министра энергетики и министра транспорта России. Пригласили сюда руководителей субъектов ПФО. Среди них и глава Чувашии Михаил Игнатьев. До начала мероприятия участники осмотрели выставку газомоторной техники. Здесь представили транспорт для грузоперевозок, сельхозтехнику. Но особый интерес вызвал именно транспорт пассажирский. Это различные автобусы на газомоторном топливе. Вполне вероятно, что подобные мы скоро увидим и в нашей республике. Но то, что на сегодняшний день Министерство промышленности Российской Федерации принимает решение во пользу регионов, субсидирование стоимости автобусов и другой техники, это неплохо. 30% это на автобусы, 15% на сельхозтехники. Но проблема прежде всего сейчас в заправках. Потому что на природном газу у нас одна единственная заправка. Мы предлагали акционерному обществу «Магазпром». Пять площадок мы отобрали. Они готовы за счет своих инвестсоставляющих строить. «Магазпром» нам представил свои предложения даже по передвижным заправочным станциям. Это тоже для нас приемлемо. Поэтому будем в перспективе создавать условия для всех тех, кто в этом нуждается. Ну а после совещания и осмотра выставки перешли к реальным действиям. Открытое акционерное общество «Магазпром» подписало соглашение о сотрудничестве в области применения газомоторного топлива с Самарской областью, Удмуртией и нашей республикой. Чувашская республика была отмечена в числе шести регионов округа, уже подтвердивших участие в пилотном проекте перевода общественного транспорта и коммунальной техники на газомоторное топливо.